Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствий. Я Александр Манек. Сколько стоит 5 копеек Украины? Готовы? Поехали! Итак, друзья, ежедневно получаю от вас огромное количество фотографий, вопросов, какие года ценятся. Сегодня я решил рассказать, сколько стоит 5 копеек Украины в 2021 году. Рассказать про все года. Прежде чем мы с вами начнем, я вас очень прошу, не поленитесь, поставьте на паузу. Подпишитесь на наш YouTube канал Лавка Удовольствий, если вы еще не подписаны. Поставьте лайкос под видео, если данные ролики вам полезны, а я продолжаю снимать для вас еще более-более интересные видосы. Итак, друзья, какие же года ценятся? Начинаем мы с 5 копеек 92 года. Итак, 5 копеек 92 года. Данная монета, друзья, может стоить как свой номинал, так и 15 тысяч гривен. Все зависит от разновидности данной монеты. Как же определить в 5 копеек 92 года, какая монета стоит свой номинал, а какая дорого? По всем монетам я снял ролики. Вы можете посмотреть наш плейлист NUMISMAT. Я вам прикреплю вот здесь ссылочку на данный ролик. И посмотреть, какая монета 92 года ценится, чем это отличается и тому подобное. Поэтому с монетой 5 копеек 92 года нужно разбираться. Чего не скажешь про 5 копеек 94 года. Здесь, друзья, гораздо все интереснее. 5 копеек 94 года стартует от 5 тысяч гривен. Если посмотреть на проходы платформы Violet, мы с вами можем увидеть, что начиная от 5500 гривен данная монета стартует. Хотя по каталогу, который, кстати, вы можете приобрести у нас в лавке, мы с вами видим, что в 94 году самая минимальная цена это 300 долларов. Но на самом деле не так. Все зависит от состояния монеты. Поэтому на сегодняшний день, я бы сказал, от 200 долларов. Но есть такие монеты, которые люди просят и 12 тысяч гривен и продают эти монеты. Поэтому также, как определить, какая разновидность, вы можете по каталогам, которые есть у нас в лавке. Либо посмотрев ролик. Если вы еще не подписаны на платформу Violet, я вам советую. Под данным роликом я оставлю ссылочку на платформу Violet. Посмотрите внимательно. Здесь вы можете как продать выгодно свои антикварные вещи, монету и любые предметы коллекционирования, так и приобрести себе в коллекцию. Идем с вами дальше. Также я хочу особенно обратить ваше внимание на то, что на все дорогие монеты сейчас делают подделки. Очень внимательно обращайтесь к нумизматам, к специалистам, чтобы определить подлинность. 96 год. Данная монета стартует от 25 долларов. На сегодняшний день я вам скажу, что стартует она от 1000 гривен. И доходит такая монета также до 10 тысяч гривен. Все зависит от того, какая это разновидность. Кстати, в 5 копейках 96 года мне лично, я продавал многократно, попадалась только 1 BAM разновидность. Седьмой степени редкости. А вот все, что касается меди, алюминия и тому подобное, 1 BAG с гладким гуртом, никогда не попадалось. Я прошу вас написать в комментарии, поставьте на паузу и напишите, видели ли вы другую разновидность 96 года. И если да, то за сколько такая монета была продана. Ну и мне интересно, где, на какой платформе. Идем с вами дальше. 2001 года монета стоит также 1000 гривен. Можно ее продать до 2000, может стартовать от 500. Все зависит от состояния монеты. 2003 год. Монета обычная стоит свой номинал. Но в 2003 году существует еще одна разновидность. Ролик вы можете посмотреть на нашем канале, который стоит очень дорого. Более 2000 гривен. Это разновидность 2 BAM. Как ее обнаружат, вы можете увидеть в ролике у нас на канале. Плейлист NUMISMAT. 2004 год. Друзья, монета ничего не стоит. Но есть одна разновидность 2 BAM, которая стоит 2-4 доллара по каталогу. Всего разновидности 6. И данная разновидность иногда попадается. Поэтому 2004 года видео также у нас на канале. 2005 года монета стоит 5 копеек. 2006 года монета также стоит 5 копеек. 2007 года монета стоит 5 копеек. Но здесь нужно разбираться. Смотрите видео отдельно про эту монету. Есть монета, которая стоит даже 1000 гривен. Дальше у нас 2008 год. Друзья, монета стоит 5 копеек. Но также есть разновидность, которая выполнена в немагнитном металле. Светло-серого цвета. И также хочу спросить у своих подписчиков. Если вам попадалась в 2008 год та монета, которая не магнитится, напишите, где видели, где нашли, за сколько продали или за сколько купили. Мне вот этот вариант очень интересен. 2009 год. Данная монета та же самая ситуация. Ничего не стоит, но существует немагнитный металл. 2010 год. Друзья, монета стоит 5 копеек. Если вы найдете в 2010 году монету, которая отчеканена на кружке от 50 копеек, будет стоить кучу денег. Дальше. 5 копеек 2011 года. Данная монета 5 копеек стоит. 2012 года. Также цена 5 копеек. Кстати, когда мне попадаются вот эти вот дорогие разновидности, 94 и 96, когда я держу в руках эти монеты, я всегда показываю их на своей странице в инстаграм. Вы можете подписаться и быть в курсе всех моих новинок, продаж, покупок еще до того, как выходят данные ролики в эфир. 2012 год. Монета стоит 5 копеек. 2013 год. Также 5 копеек. 2014 года монета также стоит 5 копеек. Но в 2014 году есть монета, которая выполнена в штампе 1.12 ВГМ, которая шла для годовых наборов. И такая монета достигает даже 250 гривен. Она попадается периодически. И еще есть несколько разновидностей, которые стоят баснословные деньги. Но, как правило, это хулиганки, либо пробные монеты. 5 копеек 2015 года монета ничего не стоит. Из годовых наборов люди продают по 50 гривен. 2016 года и 2018 года. Это те монеты, которые были выпущены исключительно в годовых наборах. Но периодически они попадаются, либо кто-то расформировать свои наборы. Такие монеты на платформе Виолити я обнаружил от 120 гривен до 300. По-разному люди просят и по-разному были проходы. Поэтому, друзья, вот такой вот прайс на 5 копеек в 2021 году. Сегодня у нас сентябрь. Если вам данные ролики полезны, поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Я продолжаю снимать для вас еще более информативные и полезные ролики. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok